Здравствуйте, здравствуйте. 8 апреля. Смотрите, какой у нас уже шикарный щавель. Сейчас нарву и приготовлю борщ зелёный. Покажу, как моя мать когда-то готовила и как я готовила. И вот сколько я щавеля вчера нарвала. Много таких. Поэтому будет большая кастрюля щавля. Говорится, душу отведём. Все мы любим щавлёвый. Его ещё называют зелёный борщ. Сейчас мне это надо перебрать. Я там просто вот так рвала. Сейчас мне вот оторвать надо хвостики, как говорят, у щавля. Ну, это долгий процесс. Показывать долго не буду. Кажется, ну что сложного сварить зелёный из щавля борщ? Ничего. Но есть маленький нюанс. Когда я периодически где-то попадаю, что смотрю, как варят этот случайно, при том не специально. То я заметила одну такую в моём понимании, в моём, говорю ещё, ошибку. Как яйцо используют в борще. Я привыкла с детства, так делала моя мама. И я покажу, как использую яйцо в этом зелёном борще. Возможно, вам понравится. Возможно, кто-то тоже так делает. Но на моё понимание, это будет намного вкуснее. И, значит так, щавель. Использую лук ещё. Вот здесь у меня чеснока здесь вырвали. Там надо. Лук будет обычным. Что ещё? Я брошу, у меня есть видео, как я делаю и говяжий, и костный, такой холодец, конечно. Это он получается, он застывает. Он для нас очень полезный этот. И я его храню в холодильнике, в морозильнике. И когда варю какие-то там супы, борщи, всегда для того, чтобы вкуснее был, бросаю в кастрюлю. То же самое сделаю я. Всё постепенно покажу. Итак, картошку я порезала вот такими кубиками. Вы, как хотите, режьте. Мне так больше нравится, я так режу. Лук. Никакой зажарки, пассеровки и всего остального. И, как я говорила, бульон с костей телёнка. Очень полезно для суставов, чтобы не было морщин и всего остального. Это всё сейчас пойдёт в кастрюлю. Там уже вода начинает кипеть. И щавель я перебрала. И сейчас помою его и порежу, постараюсь, чем мельче. Ну, щавель я порезала. Ну, это уже, знаете, не так, чтобы уже, как когда-то я была в гостях, меня угостили щавлёвым борщом. Вы знаете, я никогда в жизни потом не видела, даже не знала, что так можно порезать щавель. Это было настолько мелко, это я не знаю, там, он был иссечён на квадратике по 2 миллиметра. Это надо сколько иметь злости, чтобы так дробить, слушайте, этот несчастный щавель. Так что я вот так делаю. Так порезала и так. Понятно, что идеально никак его не нарезать, потому что беру сразу много. Но, так, более-менее мелко порезала. Ну, и сейчас у меня ещё здесь 2 чеснока есть. Понятно, что щавель бросается в кастрюлю, уже забрасывается, когда вот у меня уже картошка кипит. Она быстро сварится, понятное дело. И когда картошка готовая, только тогда бросать щавель, потому что это кислота, соответственно. И картошка будет дубовая, если вместе с щавелем варить её. А так картошка получается разваристая, хорошая. И уже добавляю щавель. Варить его долго не надо, там пару минут как закипит. И всё. И покажу, что дальше я буду делать. То есть щавель и чеснок уже готовы. Там варится лук с картошкой. Какие приправы я добавляю? Понятно, лаврушка. Очень вкусно. И будет такой вкус к этому борщу идеально. Обязательно лаврушку. Молотые укроп, семена укропа и чёрный перец. Вот сюда больше я ничего не добавляю. Сейчас я бросаю, она там начала кипеть. Так. Всё, пусть варится. И яйца. Что я делаю с яйцами? Отваривают яйца, режут на кусочки и потом бросают в борщ. Как видите, у меня здесь 6 яиц вбито, потому что кастрюля большая, где-то на 6 литров. И это всё сейчас я вот забью. Забью, забью. Господи. Потом будет говорить. Не умею говорить на русском. Конечно, не умею говорить. Забью. Сбила, короче. Люди прикольные такие. То есть, я не понимаю, какой борщ зелёный, когда варёные яйца нарезут на кусочки, и они там плавают. Вот это у нас называется забелить борщ яйцом. И я покажу, как это я буду делать. И тогда он получается такой насыщенный, густой, вкусный. Ну, так, соль по вкусу, конечно. Сейчас посмотрю, если что, картошка, добавлю соль. Итак, теперь мне надо этот щавель. Возможно, много воды налила. Ну, сейчас посмотрим. Картошка уже сварилась. Ну, что это? Это трава. Превратится в ту же самую воду. Мы любим, чтобы борщ был кислый и густой. Я вообще борщи, супы не люблю жиденькие, знаете. Как говорят, ложка должна стоять. Зачем хлебать в воду? Можно воды и так напиться. Как смеются про луковый суп, вода и две луковицы. Одна догоняет другую. Мы люди щедрые. Все поместилось. Пусть закипит. И покажу, как я буду забеливать. Ну, достаточно густоты. Картошки, конечно, много тоже надо. И так, все кипит. И теперь, что я делаю. Вот, вливаю маленьким такой. И вилкой сразу разбиваю. То есть, чтобы вот так. Это называется забелить. И яйцо соединяется. А не плавает вареное яйцо кусочками. Это вообще безобразие. Ну, кто так не ел, а привык к вареное яйцо, это ваше право. Но попробуйте вот так. Вы увидите разницу. Разница будет огромная. Видите, какой светленький, беленький становится. Вот, это называется забелить яйцом борщ. Видите, какой светленький. Вот, так готовили в старину нашей бабушки, нашей мамы. Видите, какой сразу густой стал. Какой красивый сразу стал. О, ну и надо теперь пусть закипит опять. Закипит, минуту поварится. И можно выключать. И смотрите, какая красота. Смотрите, вот это настоящий зеленый борщ. Или как еще из чавеля борщ. Смотрите, какая красоте. Конечно, кто может себе позволить сметанку. Со сметаной это будет вообще идеально. Но, как я говорила не один раз уже, мы коровью молочку не едим. Поэтому вот для нас и яйцо становится сметаной. Нежнейшее. Вкус этого пышное такое, это яйцо сваренное в борще. Картошечка. Щавель такой он хороший, кисленький. Как видите, бросаю много. Ну, это шикарно. Это борщ настоящий. Ощущение нежности. И прелести. Ну, если так никто не готовит, то попробуйте. Приятного аппетита всем. Варите так, как вам нравится. На меня не обращайте внимания. Всего всем хорошего. До свидания. Заходите к нам на канал. До свидания. Продолжение следует...